Как сделать урок занимательным и пробудить интерес школьников? Ответы на эти вопросы сегодня дали претенденты на звание лучшего педагога Самарской области. Очередное конкурсное испытание Учителя года 2018 прошли семь преподавателей. На педсовете присутствовала и наша съемочная группа. Как увлечь детей предметом и мотивировать школьников? Ответы на эти вопросы ищут конкурсанты Учителя года на педагогическом совете. Анна Кутырева, преподаватель русского языка и литературы из Чапаевска, делится своим, хоть и небольшим, всего четырехлетним педагогическим опытом. В работе применяет метод проблемно-диалогического обучения. Обучение, которое построено на различных формах диалога, то есть когда я провоцирую детей как можно больше говорить. Не просто, например, на вопрос учителя ответить да или нет, а нужно проговорить целым предложением конкретно. Что у него получилось, какой он результат приобрел, как он до этого дошел. Заслуженный мастер спорта по гандболу, а в последние пять лет еще и учитель физкультуры Тольяттинской школы Елена Поршкова говорит, что интересно ребенку будет, если каждый раз перед ним ставить новые цели. В школе, как в спорте, нужно постоянно менять мотивацию. Я говорила о каждом этапе становления личности ребенка. То есть каждый этап идет мотивация ребенка. На первом главное его удержать, мотивировать дальше, чтобы у ребенка был интерес дальше развивать себя. Как в спортивном плане, так и в личном. Здесь учителя выступают у доски, отвечают, сидя за партами и получают оценки. Жюри признается, работать сложно. Педагоги хорошо подготовлены. Одни люди открываются во время визитки, другие во время урока, третий во время педсовета. А вот в целом совокупность дает представление о каждом учителе. Завтра еще один день, когда эти кабинеты будут встречать участников конкурса «Учитель года» Самарской области и их открытые уроки. Затем также пройдет педагогический совет, а уже вечером станет известно, кто из 21 участника войдет в пятерку лучших. Мария Шпакова, Александр Дудку, Новости губернии.